Прайм Крайм Прайм Крайм Прайм Крайм утратившим свое значение после возвращения шакра, считалась менгрельская воровская семья братьев Кордавы и их тестями раба Мзарилуа, которая также базировалась в Турции. Осколки этой группировки сегодня составляют окружение Гуля, который, в свою очередь, напрочь отказывается от славы правоприемника, чтобы его имя хоть как-то ассоциировалось с Кордавами. При этом Гуля сохраняет приятельские отношения с Мзарилуа, который достаточно прагматичен, чтобы не показывать своего недовольства и не вступать из азиатия в открытую конфронтацию с Гуля. Вопреки ожиданиям, после своего многообещающего освобождения Гуля не поспешил облачиться в доспехе и повести дедовских менгрелов за собой на баррикады. По этому поводу первоначальные дифферамбы его союзников довольно быстро сменились с роптанием. Расчет на то, что Гуля станет разгребать менгрельские завалы, не оправдался. Что касается Джангвиладзи и Шушанашвили, в своем видении места и роли Гуля в глобальном конфликте, главы противоборствующих кланов стоят на диаметрально различных позициях. Шушанашвили как минимум хотел бы вовлечь Гуля в переговорный процесс. Еще лучше, сделать его участником конфликта. Тогда как Джангвиладзи советует сохранять ему привилегированное положение стороннего наблюдателя. Чего бы явно не хотелось ни тому, ни другому, так это видеть Гуля на стороне своего врага. Было бы наивно полагать, что давешний визит грека в Турцию не был частью плана Шушанашвили. Впрочем, конечный замысел и бенефицар этого хитроумного предприятия еще до конца не ясен. Участие в составе греческой делегации Звиададзи, известного своими симпатиями к Кардаве, может указывать на то, что за общими чаяниями сделать что-то для воровского скрывался какой-то личный интерес. Однако далеко не случайно, что греки навестили Гули сразу же после того, как он проигнорировал приглашение Шушанашвили посетить Грецию. Повод для этого нашелся самый вязкий – сходка. Однако когда гора так и не пришла к Магомету, Магомет послал к горе своих парламентеров. Греческая дипломатия не сразу принесла плоды. В ответ на поступившее от греков предложение объединить усилия Гули не стал возражать и даже поинтересовался, с чего. По их мнению, стоило бы начать с разрешения мелких споров или сразу с устранения главных противоречий. Видимо, решив начать с малого, греки перешли к обсуждению воров, приближенных к Гуле, к которым есть вопросы. В частности, Ники Гагринскому напомнили о претензиях Олега Ашхабадского, Гочи Руставскому не простил избиения Геецхворадзе, а Умзарелу о незакрытый разговор с Надаром Осаяном. Все в итоге согласились, что ни один вор не вправе считать себя таковым, пока к нему есть вопросы, и что решить их, дело чести каждого. При этом греки держались подчеркнуто миролюбиво и расстались на дружеской волне. Однако, по возвращении в Грецию греками было заявлено о приостановлении ими полномочий сразу трех вышеназванных воров. В Турции это известие вызвало шок. До самого конца турки так и не поняли, что остались не ворами. В итоге в окружении Гули из полновесных воров, которых никто никогда не касался, остались только брат Намик и Серега Молдаван. Если по букве закона греки разложили все правильно, то дружбой, в которую были готовы поверить турки, там и не пахло. Изначальный, как теперь стало понятным, план выбить почву из-под Гули сработал. Если Гули будет бороться за Нику и Гачу, то и Умзарелу Аскардовами появится шанс. Что это даст звяда Дзе? Пока большой вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok